Мы делаем красивый объемный пучок, поехали! Для прически нам нужны чисто вымытые сухие волосы, ничем не обработанные предварительно. И когда девушка будет мыть голову, просите, чтобы бальзам наносила только на концы, прикорневую зону не трогала. Таким образом будет проще приподнимать и делать объем. Для дополнительного объема я использую утюжки гофре. Гофре у меня фирмы Диваль, мелкая, платформа широкая, поэтому я собственно быстро весь процесс гофрирования делаю. Прижимаю очень плотно прикорневую зону, спускаясь уже с наименьшим нажатием до кончиков волос. И так я проработаю полностью все волосы. Проборы отделяю зачастую я просто пальцем, потому что это ускоряет процесс, даже не беру в руки расческу. Потому что на гофре тратьте минимум времени, то есть это не основная зона для работы вашей. При выборе гофре, конечно же, обращайте внимание на плотноту волоса. То есть мелкая гофре иногда может не продавить очень плотный толстый волос. Но и в тот же момент в прическе как таковое гофре практически не должно быть видно. То есть это важно. Гофре делается не для украшения, а просто для того, чтобы волос обладал другой текстурой, более послушной. И имел объем именно при корневой части. Не более того. То есть гофре, еще раз повторюсь, не должно быть сильно видно в прическе. Поэтому очень крупные гофре используйте очень редко. То есть в основном все-таки в прическах это достаточно делать, именно обрабатывать волос гофре мелким. Отделяю центральную часть, которую соберу в хвост. И самая главная задача такого пробора, чтобы по всей окружности головы от линии роста волос до пробора было примерно 5-6 сантиметров. То есть эта зона как раз пойдет на текстурные прядочки. Для дальнейшей более удобной работы я накручу полностью все волосы на плойку. Плойку у меня Бэби Лиз, 32 мм в данном случае использую. И накрутку выполняю на лак. Лак Шварцкоп, голубой флакон. Смотрите, основная задача накрутки. Во-первых, накручиваем все полностью на макушку. То есть чтобы плойка смотрела таким образом, в дальнейшем будут эти прядки укладываться. И основная задача протянуть волос. То есть как утюжком работаем, мы получается протягиваем и вытягиваем, выравниваем текстуру волоса, чтобы идеально гладкая поверхность была. И тот самый момент, когда вы работаете, например, с волнистыми кудрявыми волосами, как раз в этот момент вы протягиваете плойкой и вытягиваете их. То есть это такая еще предподготовка к дальнейшей прическе. Когда, например, волосы вы видели, Катя пришла и смялись, где-то были заломы. И как раз эти заломы я полностью вытягиваю плойкой. То есть создаю удобную текстуру для дальнейшей работы в прическе. По всему периметру, обратили внимание, я накручиваю именно на центральную часть. Плойку держу, это очень важно. Хвост я также накручу. Тут направление не столь важно. Главное, вы очень толстые, плотные пряди берите. То есть не надо тут мельчить, потому что это также не столь важно, чтобы сделать именно тугой, упругий локон. Нет, достаточно легкой волны. Получился вот такой вот общий вид накрутки. И центральную часть хвостовую убираю на шпильку, чтобы не мешался. А начинаю работу именно с нижней затылочной зоны. То есть зачищаю нижнюю затылочную прядь. Чтобы полностью зачистить и сделать именно идеальную такую прядь, я использую спрей-воск от фирмы Sexy Hair. Таким образом зачищается вот эта вот нижняя затылочная зона, когда она, вы знаете, очень интенсивно обычно покрыта такими мелкими пушковым волосом. То есть правило использования спрей-воском. Когда вы перед тем, как расчесывать, прочесывать прядь, то нанесите на расстоянии 30 см на прядь спрей-воск и прочешите. Затем взбрызните лаком. И после этого начинаем заворачивать в жгут, а из этого жгута уже вытаскивать, именно продевать текстурные такие ребра. И следующую прядь обязательно по объему совмещайте с предыдущей, чтобы объем плавно переходил от одной пряди к другой. Подкалываем пряди на невидимку, если надо на две, можно крест-накрест, чтобы у вас в любом случае эти пряди очень хорошо держались. Сейчас я делаю, выполняю именно с противоположной стороны. То есть закон такой в прическе, когда вы делаете с одной стороны, тут же повторите с противоположной, чтобы у вас была обязательно симметрия выполнения. Центральную часть на теменной зоне, то есть тот самый хохолок, который будет оформлять лицевую зону, я именно выполняю с выделением свободных прядочек. Выделила я по краевой линии на уголочек, обратите внимание, пряди эти оставила, и затем скрутила прядь в жгут и подтянула к центру, чтобы приподнять именно хохолок. Затем начинаю вытаскивать текстурные пряди. Текстурные пряди вытаскивайте не сильно часто, потому что тогда они сольются все в один объем, полностью все, а вам нужно все-таки между ними расстояние придерживать. И смотрите, по объему можете до конца их еще не вытаскивать, так как фиксируем только на одну невидимку сейчас. И после этого есть еще возможность подвытащить и создать нужную форму каждой прядочки. Я буду дополнительно использовать шпильки для этого, то есть фиксирую, отделяю ребро пальцами, хорошо прорабатываю именно четкость каждого ребра и фиксирую на невидимку. То есть для большей фиксации я выбираю тут не сухой лак голубой, а именно жидкий лак. Жидкий лак от фирмы Шварцкоп, он очень быстро сохнет, спиртовой сильно, поэтому соответственно сильно быстро фиксируют вот эти прядочки. Еще один принцип действия лака, то что вы когда им брызгаете, то обязательно стоите на прядь и дуете. В таком состоянии она быстро высыхает и затвердевает в нужном вам направлении. То есть поддувать можно также феном, но фен, понятно, вы не будете включать на каждую прядочку. Это только можно сделать в конечном этапе в прическе. А когда вы создаете каждую прядочку и каждое ребро, то просто стоите и дуете во время, когда фиксируете лаком. По объему вот этот хохолок очень странно выглядит, согласитесь, на начальном этапе. То есть нет еще конечного объема от пучка объемного, то есть нет боковых прядей, а только этот хохолок. И приподнятый его объем часто очень клиентов смущает. То есть очень много говорят, я так не хотела, успокаивайте и говорите, что прическа еще не доделана. То есть нет основного объема, который будет перетягивать весь объем на себя. А хохолок покажется настолько маленьким по сравнению с именно объемом пучка. Отделяют также лицевые прядочки на висках для оформления. Височную зону можно было сделать именно строго подтянуть и перекрыть без пробелов. То есть у меня будет небольшой пробел от центральной части теменной до первой височной. Этот пробел, уголочек, видите, пустой остался, я все равно заполню. Но прядочку я сделала чуть нависающей, такой качелью, чтобы все-таки имела она форму и плавно переходила в объем к затылку. На самом деле, вот именно по объему, как на ухо нависает прядь височная, не нависает, полностью зависит от желания клиента. То есть тут уже спрашивайте, насколько хочет клиент именно прижатый, то есть височную часть видит, или чуть-чуть нависающий с объемом. Затем, тут у меня небольшой пробел, есть видео, извиняюсь, камера была выключена в какой-то момент, я не досмотрела. Но в любом случае на свой хвост я надела валик, самый обычный валик, бублик, кто его как называет, и закрепила на шпильке. Затем, этот валик первой задачей перекрыть. Перекрываю я именно прядками от хвоста, то есть оборачиваю валик в прямом смысле. Вот видите, я прочесала прядь, закрутила в полужгут и начинаю вытаскивать из прядочки текстурные такие ребра, которые расширяю и стараюсь максимально перекрыть валик. Подкалываю на шпильке, на невидимке, смотрите, зависит от волоса, насколько у вас волос плотный, толстый, насколько его нужно жестко фиксировать. Затем эти ребра я начинаю для большей фиксации и в стоячем состоянии, чтобы они были более текстурные, опять же, фиксирую на шпильке и фиксирую жидким лаком. Хвост от прядочки оставшийся, не обращайте внимания, пусть он лежит и не беспокоит. Самая главная задача в круговую полностью сейчас первым рядом перекрыть наш валик. Именно текстурные ребра, насколько их много вытаскивать часто и в количестве, и именно в длине, зависит от того, насколько вы хотите сделать текстурную прическу. То есть это полностью дело вкуса, можно их чуть-чуть вытаскивать, подчеркнуть текстуру, можно очень большими петлями, тогда у вас она более будет ажурная. И какими же делать текстурные ребра, то есть зависит полностью от вашей задачи в прическе. Если вы хотите более ажурную, то вытаскивайте более большие петли, тогда они сострадут, естественно, сильнее объем и более такой ажурный вид. На самом деле это дело вкуса и желания вашего клиента, абсолютно. То есть нет такой как бы меры, сколько делать, как делать конкретно, именно текстуру прорабатывать. Каждая прическа диктует свои правила. Можно тонкую ажурную сделать, можно их более толстыми, четкими, сильно залаченными сделать. Тогда они приобретут совсем идеально чистый вид. В любом случае, смотрите, переходим ко второму ряду от хвоста и у меня остается совсем мало волос. Для того, чтобы перекрыть центральную часть от хвоста, нужно предыдущую прядь сместить чуть в сторону. То есть это очень важный момент. Я сместила от центра, подколола прядь между именно предыдущими двумя прядочками, а потом обернула в обратную сторону. Таким образом у меня центральная часть пучка перекрывается и будет не видно основания именно прически пучка, что оно идет из одного центра, то есть из хвоста. Затем тот же самый момент я проделаю со второй прядочкой, то есть я опять смещаю ее чуть в сторону от центральной части, подкалываю на шпильку и оборачиваю в обратную сторону. Также выделяю текстурные прядочки и все тот же самый способ, когда я предварительно прядь покрываю спреевоском, прочесываю, затем лаком и начинаю именно создавать красивые объемные ребра. От последней пряди у меня останется хвост и его я также буду направлять в противоположную сторону, чтобы перекрыть основание именно хвоста. Конечно, в такой проработке прядей нет четкой именно инструкции, как же вправо, влево, градус какое-то направление. Это дело вашей фантазии. Основная задача в таком пучке, главное, чтобы пряди как будто бы шли между двух предыдущих. Вот это вот задача. Смотрите, остаются хвосты от прядей. Я их буду оборачивать и прятать также между предыдущими. Видите, я подкалываю, расширяю и у меня очень такое некрасивое пространство осталось между височной прядочкой и теменным именно хохолком. Видите, уголочек. Я его как раз прячу этой прядочкой. То есть расширяю и височек красиво перекрываю. У меня эта зона закрывается. То есть очень важно, вы должны понимать, что если прядь в это направление пойдет, что она мне может какие пробелы перекрыть. Вот в этот момент вы и думаете. То есть куда-то в таком случае прядь направить именно на создание объема, заполнить именно пробелы. И если вам не нравится, откуда прядь у вас идет, возможно хочется ее чуть-чуть подвинуть, сместить, в таком случае смело это делайте. Смещайте ее основание в сторону, подкалывайте на шпилечку, невидимочку, в любом случае надежно. И ворачивайте в противоположную сторону, оборачивая, как вам, то есть она больше будет удобнее лежать. Видите, прядь у меня не столь высоко была приподнята, я ее приподнимаю выше на валик и потом оборачиваю в объем в нижнюю затылочную зону, уворачиваю. Еще такой момент важный, хотела бы сказать, когда я приподнимала нижнюю затылочную прядь, обратили внимание на висающий объем был. То есть прядь не свойственна, я петлей такой свесила внизу в затылке. Сейчас это смотрится уже уместно, потому что добавился объем в пучке. Продолжаю выкладывать именно прядки от оставшейся хвостов, круговую, то есть противоположной стороны в данном случае выкладываю. Длины волос у меня хватает лишь, чтобы обернуть только в жгуты пару раз. Если у вас гораздо длиннее волосы, гораздо больше по густоте, то в любом случае, если вам нужен очень большой объемный пучок, то вы можете израсходовать весь полностью хвост. Если у вас задача не стоит такая, сделать огромный пучок, то предварительно пол хвоста вы просто заворачиваете в плотный жгут и прячете на валик, а затем полностью потом начинаете прорабатывать каждую прядочку. Таким образом вы используете только пол хвоста на объем прически. Если у вас наоборот редкие волосы, тогда вытаскиваете более сильные объемные текстурные петли, тогда у вас наращивается автоматически сильнее объем и сильнее раскрываете каждый жгут именно в ширину. Таким образом вы легко и просто можете тонкой вуалью перекрыть весь валик. Оформляю последние пряди нижнезатылочной зоны. И следующий этап это дооформить лицевые свисающие прядочки. Для этого я буду использовать также плойку, можно взять утюжок, тут на ваше усмотрение. Нужно слегка задать прикорневой объем и легкую волну этим прядям, то есть не используйте плойку очень мелкую, тогда выглядит очень странно именно такие накрученные локоны. Нет, нам нужно сделать такие прядочки, которые будут смотреться именно оформлением и слегка создавать легкий эффект, как будто бы они выпали из общей прически. Я их прочесываю обязательно, также добавляем текстуру именно каждой прядочки. И вот конечный этап нашей прически. Макияж, как правило, я выполняю только после прически, чтобы протереть лицо от лака, препаратов и на чистую кожу нанести красивый макияж. По объему, по высоте прическу данную можно регулировать. То есть техника остается той же самой, только вы уменьшаете или увеличиваете объем в зависимости от пожеланий вашего клиента. Вот вы наблюдаете сейчас, очень хорошо, отчетливо видно все текстурные пряди. Как вам такой вариант прически, мои дорогие? Нравится, не нравится? Остались вопросы? Пишите их в комментарии. Кто не подписался на канал, обязательно подпишитесь. Я выкладываю очень часто видео уроки, поэтому смотрим, учимся. Если остались вопросы, вы также их можете задать, написав мне личку, добавив меня, друзья, именно ВКонтакте. А в Инстаграме я выкладываю все свои короткие видео уроки, поэтому подписываемся в Инстаграм. С вами была художник-гример Денякина Светлана, прекрасная модель Екатерина. Спасибо огромное за просмотр. Всем пока! Продолжение следует...